Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня к нам пришел уже хорошо знакомый вам гость, это кандидат исторических наук Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, во-первых, вам большое спасибо, и во-вторых, давайте мы с вами продолжим наш цикл бесед, который, я напомню, посвящен советским, выдающимся советским полководцам. В данном случае мы сегодня решили поговорить о одном из самых замечательных представителей советской военной элиты, маршале Советского Союза Борис Михайлович Шапошникове. Ну вот давайте мы и начнем наш разговор об этом человеке. Здравствуйте, действительно, Борис Михайлович Шапошников, с одной стороны, известная, яркая фигура, с другой стороны, во многом такая таинственная, можно даже сказать. И я попробую зайти, что называется, с козырей и зачитать рецензию на его книгу из эмигрантской среды. Утомительное и бездарное произведение, в котором неудачно все, начиная с замысла, кончая характером, изложения и выводами. В 1937 году такой человек Зайцов, который тоже из эмигрантской среды, достаточно известная фигура, писал, из старых офицеров генерального штаба, еще сохранившихся в Красной Армии, уцелел один Шапошников. На свое несчастье Шапошников написал книгу «Моск армии», более сумбурной книги не найти, богатой всякого рода курьезами советской военной литературы. Если уж таковы в советском представлении мозги армии, то каковы же мозги уже без кавычек у ее автора. То есть человек вызывал на самом деле дикую злобу. Вот даже из этих таких вроде бы академичных утверждений видно, что человек вызывал злобу. Именно тем, что пошел служить новой власти, пошел в Красную Армию. И с самого начала стоит разобраться с тем, почему он это сделал. Тут два аспекта. Во-первых, человек из небогатой семьи не имел возможности в той России, которую мы потеряли, такое сложившееся название царской России, не имел возможности получить образование во многих случаях, кроме как через образование военного характера. И пойдя по военной стезе, Шапошников, с одной стороны, нашел себя, с другой стороны, он быстро почувствовал реалии того государства, в котором он тогда жил. И стоит без обидников сказать, что там люди делились на черную и белую кость. Белая кость — это была аристократия, а черная кость — это были все остальные. И, соответственно, отношение к себе он чувствовал на все 100%. Отношение к человеку второго сорта. И это для, безусловно, умного, сделавшего себя сам Шапошникова, было и обидно, и неприятно, и на самом деле сделало его, ну не то чтобы, конечно, врагом системы, то есть врагом системы он не был, но тем не менее он не испытывал никаких иллюзий относительно того государства, которое существовало, и когда оно рухнуло, опять же, он не принимал активного участия в том, что называется революция. Ее делали совсем другие люди. Но тем не менее он уже был морально готов к выбору своему главному в жизни. И второй аспект — это то, что выбрав военную эстезию, хотя если бы он родился в другой семье, он мог пойти, не знаю, по торговой, по инженерной эстезии, и, может быть, там где-то даже, может быть, преуспел, но все же его влекла именно армия. Вот это тот случай, когда молодой человек, выбрав путь, угадал с ним. Это очень важно в жизни. Шапошников угадал, и его дальнейшая судьба это очень ярко показывает. И что мы видим на этом переломе эпох? Мы видим, во-первых, что все офицерство разделилось на две большие, на самом деле, неравные группы. Это те, кто в условиях рухнувшей власти сохранил свой авторитет. Те, кого выбирали солдаты. И те, чей авторитет на самом деле держался на этой вертикали и на тех средствах, которые использует государство для насаждения этого авторитета. И хорошо видно, что те люди, об этом, кстати, хорошо говорит Егор Яковлев, который является специалистом по эпохе, и он, рассуждая о тех, кто пошел за советской властью, как раз говорит о том, что чаще всего это были люди, которые не боялись массы, которые пользовались массой уважением, и, что называется, нормально налаживали взаимоотношения с теми, кого и новые власти, как временное правительство, так и позднее советская власть, внедряли в армию для проведения своей политической линии. — Причем это был не дутый авторитет, и это авторитет был такого не понебратского, что ли, толку, а это был заслуженный авторитет, как толкового офицера, человека совестливого, человека порядочного, у которого не было, так сказать, каких-то любимчиков там или методов унижения и подавления вот этой основной солдатской массы. — Да, опять же, посмотрим элементарно хронологию. То есть, кто был Шапошников в феврале 1917 года? Временно исполняющий начальника штаба 10-го армейского корпуса. В августе уже при временном правительстве получает звание полковника, в сентябре командир полка, и съездом делегатом военно-революционного комитета избран начальником Кавказской гренадерской дивизии. Именно он съездом, то есть вполне пользуясь авторитетом в массах, получает должность на ступеньку выше. Но армия в тот момент массово распускалась, проходила демобилизация, и судьба Шапошникова делает поворот. Причем поворот она делает, во-первых, в январе 1918-го он эвакуирован по болезни с фронта, а в марте произошли события, на самом деле новая армия начала рождаться, но он демобилизуется в бессрочный отпуск и поступает на гражданскую службу секретарем Народного суда Казанской рабочей крестьянской республики. То есть идет по направлению в юристы, но очень быстро чувствует, что это не его. Вот это тот случай, когда он нашел себя с самого начала и, попытавшись уйти в гражданскую сферу, сразу понимает, что это не его. И он пишет письмо, и опять же, перед ним выбор, идти к белым или идти к новой власти. И он очень четко его делает, написав письмо с просьбой найти ему должность, занятие в создававшейся рабочей крестьянской Красной Армии. Почему это произошло? А вот в том числе ввиду того, что он видел это разделение на черную-белую кость. И белая кость, вот тот же Врангель, человек, которому он, можно сказать, достаточно хорошо был знаком, и который его, кстати говоря, опережал в карьерном росте именно потому, что был белой костью. Он видел, что туда пошла белая кость. И повторно ходить по тем же граблям и чувствовать себя человеком второго сорта... Он не пожелал. Да, он не пожелал. И когда рассуждают о том, что вот пошли служить красным, пошли служить белым, все это закладывалось в тихие, сонные, ну, относительно понятно, тихие, сонные годы начала 20-го столетия. Все начиналось еще, когда все учились. Вот эти вот бомбы, которые закладывались вот этим... презрительным отношениям, они взорвались с грохотом в 18-м году. Я, знаете, я вас перебью. У меня вот по отцу старинный дворянский рот и его отец Василий Ильич, он, в общем-то, ну, рот уже, конечно, был захудалый, никаких поместьй уже давно не было. Все служили, так сказать, либо на военной, либо на гражданской службе, жили за счет жалования. Но он тоже, будучи 20-летним пацаном, пошел служить в Красную Армию. И осознанно это делал. Понимаете? То есть даже вот его происхождение, казалось бы, оно вошло в противоречие с теми реалиями жизни, которые уже существовали в России в начале 20-го века, даже для представителей столбового дворянства, которые, несмотря на свое происхождение, жили и работали, как обычные клерки, получали какое-то очень небольшое жалование и видели вот это вот, ну, что называется, то, о чем вы сказали, да, вот разделение, сословное разделение общества на бедных и богатых, на знатных и незнатных, на представителей белой кости и черни, ну, и так далее, и так далее. А поскольку он был молодым человеком, я так подозреваю, да, его вот эти вот идеи, да, обуреваемые мыслями, да, они, в общем-то, сделали свое дело, поскольку человек в этом возрасте, он обычно придерживается гораздо более радикальных взглядов, воззрений, ему хочется чего-то нового, действительно отряхнуть, так сказать, прах вот прошедших эпох и так далее, и он поэтому тоже сделал осознанный выбор. И вот таких вот представителей русского дворянства даже, я не говорю офицерства, но и в том числе офицерства было в то время довольно много. Ну, давайте, слушайте, посмотрим даже на состав руководства большевистской партии. Ну, Ленин, ладно, он выслуженный дворянин, то есть по отцу, но тот же Чичерин, да, это такой же столбовой дворянин, который давным-давно примкнул к революционному движению. Ну, и на самом деле, среди народовольцев, то есть были люди совсем простых, а были люди, как Перовская. Поэтому общество было разделено, и это все случилось не от того, что что-то случилось в феврале и октябре. Ну, естественно, да, да. И вот эти вот явления, они сыграли свою роль и направили Шапошникова к тем, кого он считал более конструктивной силой. Потому что кто выиграет, был еще, как вы догадываетесь, в 17-м году совершенно непонятно. Ну, конечно. И самый большой кризис это 1919 год. 19-й год, да, да. Но выбрав эту дорогу, Шапошник сразу себя зарекомендовал как хороший штабист. То есть тут надо понять, что именно нашел Шапошник. Шапошников нашел себя именно на штабной работе как человек, способный, что называется, решать уравнения. Вот очень сложные расчеты, фактически, производимые, как говорится, в уме относительно использования войск, использования ресурсов. Это очень сложная работа. И Шапошников прямым текстом, опять же, в своих работах писал о том, что сейчас полководец это коллективное творчество. И как раз таки штаб и генеральный штаб это организационные структуры, обязанные обеспечить любого, даже самого талантливого полководца тем механизмом, который позволяет принимать решения, то есть исходные данные, и эти решения приводить в жизнь. Ну и... А я прошу прощения, а он по своему первоначальному военному образованию был артиллерист, пехотинец или кавалерист? Кто он был? Так, изначально он прослушал курс Московского Алексеевского военного училища, да, то есть он стрелковый, то есть он изначально пехота. А он потом заканчивал вот эту Николаевскую академию генштаба? Он был старший адъютант 14-й кавалерийской дивизии, то есть на самом деле тут зависело просто от личных способностей, личных качеств, и могла быть миграция на разные должности, в зависимости от в том числе своих личных пристрастий, и в дальнейшем он, например, адъютант кавалерийской дивизии, потом разведотдел штаба 12-й армии, помощник старшего адъютанта разведотдел штаба 12-й армии. Просто надо нашим уважаемым телезрителям объяснить, что тогда понятие адъютанта, оно имело несколько иной смысл, чем... Да, это именно организационный фактор, и это на самом деле сохраняло в значительной степени... Да, 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 потому что у нас обычно представляют адъютанта при каком-то командующем. Да, куда и принеси, да, порученец, можно сказать. Да, порученец, да, а в царской армии адъютант это все-таки, ну, условно говоря, не совсем так, но тем не менее знак равенства между понятием адъютанта и сотрудник штаба, да, армейского, там, полкового и так далее, это вот пример. То есть, если там главный или старший адъютант, как правило, это начальник штаба, да, какого-то военного объединения. Ну, там, да, более сложная иерархия, это не столь важно, но Шапошников чувствовал свою склонность к работе именно штабной, то есть, он был не харизматиком, таким, ну, это на самом деле видно и по фотографии, и по хронике, в которой он есть, что это такой вот не человек харизматичный, например, как Жуков там или, например, Конев, а именно такой аккуратный штабист, и он вносил вот этот вот фактор спокойствия, стабилизации, да, и, например, он очень много еще из старых традиций русской армии, потому что, понятно, что произошел слом, но традиции это вещь куда более вечная, чем наличие там царя, генсека или президента, так, например, он приучал своих подчиненных и соратников к тому, что вот он приехал в полк, если командира нет, то осматривать полк, проводить смотр полка нельзя, то есть, это было общее правило старой армии, и он терпеливо дождался находящегося там на выезде в войсках, это по воспоминаниям проходит, дожидался командира полка, и только после этого проходил смотр, то есть, несмотря на свой напряженный график, он считал, что есть правила, которые незыблемые, которые надо неукоснительно соблюдать, просто, опять же, для сохранения вот этой вот иерархии взаимоотношений людей, и в 20-е годы он отметился двумя важными теоретическими работами, это как раз критиковавшийся в эмигрантской среде мозг армии, и вторая работа это конница, обе эти работы нужно правильно оценивать, что в ретроспективе, то есть, исходя из того, что произошло и дальше, и того, что мы видим сегодня, поскольку немалая критика, на самом деле, мозг армии критиковали, в том числе и в советской прессе, в литературе, в журнале «Война и революция», и говорили о том, что был неудачен выбор, что работа австрийского генштаба не слишком показательна, что это жалкая копия немецкого, и это все, конечно, разумные соображения, хотя Шапшников в предисловии четко сказал, у нас есть информация наиболее развернутая по австрийцам, поэтому давайте их разберем, потому что время идет, лучше это делать сейчас, и у этой работы есть на самом деле две составляющие, первая составляющая практическая, то есть взаимоотношение, на самом деле, она показывает, в том числе и место Шапшникова в новом государстве, вообще его отношение к всему политике, о том, что генеральный штаб, это продолжение политики, и какую-то свою политику, когда он ведет, это становится абсурдным, и он тем самым показывал свое отношение к происходящему, и в том числе к участию в каких-то там заговорах, группировках и прочем, то есть он показывал, что генштаб, продолжение политики, ты или работай, или, что называется, иди в суд, работай, так сказать, по юридической части, по крайней мере, вывод напрашивается именно такой, а второй момент, который тогда упускали, поскольку межвоенный период, вот этот интербеллум, он прошел в ожидании следующей войны, вот это ожидание следующей войны накладывало отпечаток на все, то есть во всем смотрели практическую ценность, соответственно, обсуждаем генеральный штаб, да, давайте вот исключительно практическую ценность, с точки зрения практической ценности, ну, австрийцы, да, не очень хороший пример, надо было там и французов брать, и англичан, англичане только в предисловии помянуты, что вот эти вот хитросплетения политики, Борис Михайлович, зачем вы это все пишете, это все там уныло, скучно, на самом-то деле, Шапошников хотел разобраться в том, как произошла катастрофа, как произошла катастрофа, которая привела к мировой бойне, в том числе он ставил эту задачу себе как человек, то есть ему самому он видел, что очень многое пошло оттуда, от Австро-Венгрии, то есть, что называется детонатором, была как раз ситуация Австро-Венгрии, Балкана и Германия, и он хотел разобраться, что произошло и почему произошло, в этом отношении очень интересная аналогия просматривается, между современной книгой, есть такая очень хорошая, Лунатики, Слипволкерс, Кристофела Кларка о истоках Первой мировой войны. Первой мировой войны. именно Первой мировой войны. И читая ее, я не мог отделаться от мысли, что что-то подобное я уже читал и быстро понял. Это же Москармия. На самом деле, современная книга, она во многом похожа на Москармии, и при этом книга имеет дело именно с разбирательством того, что произошло. И именно в этом отношении Москармии как раз-таки очень полезная работа. Понятно, что в этом ужасе у Гарри Интербеллума, когда думали, что завтра будет снова война с химией, с бомбардировкой и притом, с жуткими атаками железных чудовищ, это все не понимали. А Шапошников пытался разбираться и, можно сказать, во многом разобрался. Хотя, естественно, у него не имелось того количества документов, которые есть там того же Кристофера Кларка. Поэтому мозг армии при всей ее такой вот вроде бы отвлеченности от практики и методик, то, чего требовали красные командиры, и вот эта там какая-то рыхлость, которую злобствовали эмигранты, которые оказались выброшены из военного строительства, совсем не имеет отношения. На самом деле ее ценность другом. Именно ценность она немало историческая. И тем, кто интересуется историей Первой мировой войны, я рекомендую прочитать Москармию, потому что Кристофер Кларк у нас, например, не издавался на русском языке. А в Москармии он есть, и там очень много вещей, изложенных по тому же направлению. А еще одна работа, которая нельзя ее недооценивать, это «Конница», где Шапошников говорит о том, что несмотря на могущество новых видов вооружений... Это она вышла, эта книга тоже в 20-е годы. Да, это все был взрыв литературы. Публиковались, я не представляю вообще, страна лежала в руинах, но тем не менее находили деньги и средства на то, чтобы издавать массу литературы. Да, да. То есть, казалось бы, такого взрыва... Это действительно так, да. В том числе, кстати, художественная литература, это вообще 20-е годы, это такой клондайк для любителей литературы совершенно разных стилей, направлений, не случайно такая очень бурная литературно-художественная и литературно-публицистическая жизнь тогда была. Но это, кстати, в самой природе большевизма как такового. Почему? Потому что вспоминайте годы гражданской войны, казалось бы, не до научно-исследовательских институтов, не до развития науки, не до каких-то высоких проектов, а только в одном 18-м году за подпись Ленина открывается аж целых 50 научно-исследовательских институтов. Но именно в гражданскую войну это все начиналось. понятно, что-то начинали издавать в том числе и по инерции. Но возвращаясь к коннице, Шапошников конечно проводит четкую границу между тем, что была гражданская война, очень специфическая по своему виду, что конница в гражданской войне была на 20% более многочисленной, чем пехота, то есть в 1-2 раза больше было конницы, чем пехота, в то время, как в армиях европейских государств даже тогда, когда уже это все шло на спад, в начале этого спада там было меньше 20% от общей численности вооруженных сил. И Шапошников тем не менее говорит о том, что конница будет применима в будущей войне в своем нынешнем виде, то есть как она вышла из гражданской войны, ей требуется механизация и ее насыщения автоматическим оружием, причем Шапошников пишет прямо о том, что будет равноценен конный пеший бой. Для 20-х годов это в принципе было нормально и во многом сохранилось формально до 1941 года, то есть равенство конного и пешего в явном виде не говорилось о том, что мы будем воевать только в пешем порядке, как реально пришлось воевать велико отечественное. Но значение сохранения конницы, оказывается в ретроспективе другим. Франция всячески сокращала свою конницу. У Германии вообще была своеобразная ситуация, они армию законсервировали, были такие разные методы из Бечи, Уз Версаля, а в России, в Советской России вот это увлечение конницей, вызванное в том числе вещами такими, как говорится, связанными с конкретными личностями, первоконниками, да, чисто субъективными, оно на самом деле позволило воспитать массу командиров с мышлением подходящим для использования в новой войне подвижных подвижных соединений, поскольку очень важно было просто отобрать людей, способных на кавалерийское мышление. Когда у нас пара парадных кавалерийских дивизий, нельзя вот этим широким бредням пройтись через всю армию и извлечь из нее нужные кадры. А так, пожалуйста, Жуков прошел через кавалерию, в том числе инспекцию кавалерии, Рокоссовский, Еременко. Понятно, что в танковые войска шли с разных сторон, в том числе с техническими. Но тем не менее именно оперативное использование танковых войск, одно дело вести в бой танковый полк, больше требует технических познаний, другое дело вести в бой корпус или армию. Это требует именно кавалерийского мышления. И вот этот бредень, прочесывание всех кадров и отбора тех людей, которые способны вести войну без флангов, с открытыми флангами и не бояться этого, это было очень важно. и конница как теоретическая основа Красной Армии, которая говорила о том, что конница сохраняем, это не буденные с Ворошилом, но все же это был отдельной теоретической линией на то, что это все сохраняем. Понятно, что перед 1941 конница неуклонно сокращалась, но она просто банально переформировалась во многом и в подвижные соединения переформировалась и кадры опять же шли на другой уровень. Поэтому вот эти две книги Шапошников они на самом деле во многом этапны и с точки зрения понимания того, что произошло и внедрения в Красных командиров мысли о том, что такое генштаб, работа, которая пронизывает всю армию сверху донизу и в том числе построение некой школы своей школы, поскольку понятно, что при недостатке кадров требовалось строить очень много с нуля. И здесь Шапошников то, что он уцелел это разные есть на этот счет мнения. Понятно, что высказывается в плане того, что он был гибким человеком, но ответ на самом деле более простой. Он умел хорошо делать свою работу и в политика для него была вещью, которая его искренне мало интересовала. Хотя у него были шансы оказаться под жерновами в деле весна на рубеже 20-30-х годов. На самом деле у него был такой этап, когда он оказался отдален от Московского военного округа. По-моему, в Ленинграде. Его даже дальше заслали в Приворгский округ, если не ошибаюсь. Потом было возвращение, дальше были процессы 30-х. Здесь надо сказать, что да, ввиду того, что процессы затрагивали в том числе командный состав не только как жертв, но и как тех людей, которые ставили подписи. до Шапошников выступал против тех людей, которые потом пошли под расстрел. С одной стороны, если он бы выступил против, то он мог оказаться следующим. Но с другой стороны, человек просто делал свою работу, то дело, которое он любил. И вот это как раз его провело междустрой. То есть вот эти постановки каких-то подписей для него было вещью из другой вселенной. Отстаньте от меня. Понятно, да, тут просто он прекрасно понимал, что будет его подпись стоять или не будет, ничего это не изменит. Поэтому для проформы я подпись ставлю ради того, чтобы сохранить возможность дальше вложить все свои знания и силы в строительство советских вооруженных сил, в разработки теоретических основ советской военной доктрины, в улучшении штабной работы на всех уровнях и так далее. Да, ну вот именно январь 37-го года он был, опять же, это всех вынуждено вовлекали в политическую, избранный депутатом Верховного Совета, а в мае становится начальником генерального штаба Красной Армии, заместителем народного комиссара обороны. То есть просто по своей должности он вынужден был в этой всей политической борьбе принимать участие при всем ее явном неприятии, которое в том числе сквозит в авторских отступлениях в мозге армии. Он говорит о том, что попытки военных кругов влиять на политику, они, во-первых, ничем хорошим не заканчивались, во-вторых, имели в основном деструктивный эффект. Вот так катастрофа, которая случилась в 2014 году, когда весь старый мир просто рухнул, миллионы людей погибли, был связан в том числе с вот этими маневрами, которые люди брали на себя ответственность, которые не должны были брать и которые было им непосильно. Но в дальнейшем начальниками генерального штаба становятся уже другие люди, уже новое поколение и Шапошников оставил свой след именно в формировании советских военных планов и вот эти военные планы, те записки, которые нам известны, там видна вот эта та линия, которая сохранялась до 41-го года. То есть на самом деле общий вот этот вот образ советской стратегии, то есть наступать на первую операцию, но это не означает, что мы на кого-то нападаем. Это просто когда случается война, политический акт, после мобилизации Красная Армия стремится нанести поражение противнику, стоящему своих границ. Это нормально, это так надо было оттолкнуться от каких-то вот этих стереотипов Первой мировой. Это было на самом деле мало реально, в том числе ввиду того, что настолько все быстро изменялось, настолько быстро менялись в том числе и концепции самих немцев, что оказаться впереди паровоза не мог на самом деле объективно ни Шапошников, ни Жуков, и вот эта концепция, что мы вползем в войну, а не начнется нападение на нас сразу главных сил, она просто существовала. Это надо принять как факт, что для того, чтобы предположить, что будет не так, нужно было даже не семи пядей во лбу, нужно быть попаданцем из будущего, потому что все менялось на шагах, на ходу, и хотя Шапошников, конечно, в июне, все же в мае-июне был не тем человеком, который ставил подпись на соображение об основах стратегического развертка, но тем менее, документ во многом был наследником того, что писал он еще в 40-м году. С началом войны он сразу становится постоянным советником приставки тогда еще главного командования и вновь назначается в связи с конфликтом между Жуковым и Сталиным. Этот конфликт на самом деле нам известен в основном по мемуарам Жукова, то есть тут можно строить еще какие-то предположения, но это в данном случае к Шапошнику прямого отношения не имеет, и вот этот период, начиная с конца июля и по весну 42-го года, на самом деле очень тяжелый период. Шапошников становится ключевой фигурой, определяющей советскую стратегию. Вот это раскручивание маховика перманентной мобилизации, это произошло все же до него. раскручивание формирований новых, это первые шаги на самом деле, первый импульс это вообще 22-го июня, потом 25-го июня эскадров НКВД, с начала июля уже пошли вовсю формироваться та же панфиловская дивизия, которая потом попала под Москву, то есть этот процесс шел уже до него. А Шапошников стал тем, кто решал вот эти вот уравнения и распределял силы, кого куда. Вот здесь я интересующимся могу рекомендовать почитать русский архив, издательство Тера еще 90-х годов, как раз при участии Института военной истории издавались сборники документов, которые это все со всей ясностью показывают, как и что происходило. И там масса документов за подписью Шапошникова относительно использования конкретных дивизий. Человек реально держал в голове вместе с тем коллективом, который работал в генштабе весь советский германский фронт, откуда что можно взять, откуда что можно использовать. И вот то, что сумели в самый момент наибольшего напряжения не рассыпаться, это в том числе немалая заслуга персонально Шапошникова. И в том числе это относится и к контрнаступлению. здесь было контрнаступление под Москвой, то есть вот это накопление сил, их использование, откуда что берется. На самом деле вот четко видно, что работает прям как механизм. Происходит страшное, и Шапошникова сразу начинает четко считать, это берем отсюда, это берет отсюда, и рассылает во все стороны телеграммы. случается Вязьма, опять же Вязьма, это внезапно произошедшее, только читая все немецкие шифры, можно было от этого избежать. И сразу начинают в начале октября выдергивать со всех сторон стрелковой дивизии, то есть те, кто потом вступают в бой уже в ноябре, их заказали, как говорится, еще в октябре. послали в Забайкале телеграмму, укомплектовывайтесь, грузитесь, езжайте. А потом это все распределяется. Вот это на самом деле ворочание огромными массовыми войск, это реально даже не сотни тысяч от миллиона человек. Куча вопросов о том, кого, куда, где можно, где тонко, где нет. И что еще надо сказать, это про Киев. Давно еще с советских времен известны переговоры Шапошникова с Керпоносом, с командующим Юго-Западным фронтом, о том, что происходило под Киевом. И на этих переговорах Шапошников четко стоит за то, что отходить нельзя. И по состоянию на тот момент, когда велись переговоры, это был 10 сентября, это абсолютно правильная концепция. То есть стоим и держимся, поскольку у противника перевес в подвижности. Если мы снимаемся и отходим с рубежа Днепра, это будет катастрофа, потому что мы идем пешком, да, противник, во-первых, даже обычные пехотные дивизии могли обогнать, поскольку у них там могло быть по три сотни грузовиков. И с формированием передовых отрядов не было вообще никаких проблем у немцев, они это делали с первого дня. И, кроме того, подвижные соединения штатные, то есть танковые дивизии, корпуса, тогда уже называвшиеся на самом деле в документах танковыми и танковые группы. Но при этом, да, видно из этих переговоров, что Шапошников тоже считает, что опасность она пока еще не настолько страшна. Он говорит, держитесь, реально против Юго-Западного фронта тогда была одна танковая группа Гудериана. О том, что выскочит еще клей с Кременчугского подсдарма, не было известно вплоть до числа 13-го. Когда это произошло, Шапошников тоже предлагает вполне разумную вещь. Переправа. Давайте им разобьем переправу. И это пытались сделать. Понятно, что в условиях реалии воздушной войны 41-го года это была задача решаема только при определенной удаче. Но вот этот километровый понтонный мост был нормальной целью. Шапошников знал и театр военных действий. Он знал, что где происходило. И вот эта его политика «держитесь, пока рано отходить, она соответствовала обстановке». Тем более на северном фасе Юго-Западного фронта ставка создала Брянский фронт Еременко. Как раз против Гудериана. Да. На самом деле задача распределялась между двумя и Юго-Западным фронтом. То есть непосредственно фронтом на север это была ответственность Юго-Западного фронта. Извините, у него потом была 40-я армия, в которой я лично смотрю в ведомости состав 100 тысяч человек. Ничего себе. Это немало. Было две задачи. Еременко давит с фланга и обороняет фронтом на эр. Понятно, что у немцев была и вторая армия, масса пехоты. Были большие силы, которые вели борьбу, которая явно Гудериан бы не дошел сам до Каменчуга. И Шапошников это прекрасно понимал, что расстояние ему идти долго. Надо признать, что Шапошников хотя имел опыт некий кавалерийский и определенное мышление кавалерийское, но он, конечно, эти новые масштабы техники недооценивал. Как раз при нем началась перестройка из мехкорпусов сплошные бригады, полки. Это опять же понятно, что это ответственность в том числе тех, кто строил ответственность ГАПТу. Но тем не менее, это все происходило при Шапошникове и при его согласии. Вот эта случившаяся катастрофа, она была обусловлена тем же фактором внезапностью перегруппировки немцев, которые просчитать, даже имея такой ум, как у Шапошникова. Это было все же слишком много неизвестных. Оно не решалось. Поэтому эти переговоры были давно опубликованы еще в мемуарах Маскаленко в закрытой здании Грецов на юго-западном направлении это еще 61-й год. Это все было давно известно. Они показывают, что да, был этот переход, появившийся внезапно новый фактор, который заставил перевернуть представление о том, что происходит. Но то, что делали до 10-го числа, это было правильно. То, что Шапошников стоял рядом со Сталином и четко проводил линию «держитесь, ребята, держитесь, мы вам там помогаем, чем можем». Она была правильной. Поэтому здесь нельзя критиковать Шапошникова, что он там что-то недопонимал. Он гнул абсолютно верную линию, и даже в динамике он был готов и Киев сдавать, если уж на то пошло, Киевского ура. По крайней мере, такая фраза у него идет насчет того, что это одно из допустимых решений. Он четко говорит, Кирпонос, у вас есть вот эта дивизия, вот эта дивизия, возьмите их и направьте. И он дает вполне разумные указания. У вас там есть 81-я дивизия. Она в каком состоянии? Что вы с ней собираетесь делать? Вполне внятные указания. И да, случилась катастрофа, но случилась катастрофа именно ввиду вот этих новых факторов. А в дальнейшем Шапошников гнул, опять же, он вот тот случай, когда Шапошников оказался с одной стороны более хладнокровным, с другой стороны более дальновидным, чем Жуков. Это рубеж как раз декабря 41-го, января 42-го года, когда планируется общее советское контрнаступление. Когда Жуков говорил о том, что давайте мне все под Москву. Ну, если, опять же, упрощать. Давайте сохранять стратегию концентрацию усилий на московском направлении, вместо этого пошло распределение по более широкому фронту. Почему? Поскольку тот же Шапошников прекрасно понимал, что возможности Красной Армии на московском направлении уже исчерпаны. Крупная группировка, отошедшая на более узкий фронт, она более крепкий орешек. Ну да, она создалась более мощной системы обороны. И, опять же, вот Шапошников понимал и чувствовал, что есть определенный предел плотности немцев, который Красная Армия уверенно берет и который уверенно не берет. Что называется, вот как бронебойный снаряд. Что называется, 20 миллиметров берет, 30 уже не берет. Вот то же самое, вот такой броней разной толщины был весь Советский Германский фронт. И Шапошников распределяя под Харьков, под Ленинград, под Демианск. Он выстраивал вот эту вот линию на то, чтобы бить там, где слабее. Понятно, что там установка Сталина, там, изгоним врага в 42-м году. Она исходила из того, что немцы побегут, как великая армия Наполеона. Они там не побежали, но опять же, в силу новых технических средств, которые они были. Но тем не менее, сама по себе вот эта концепция разделить силы между теми участками, где сработает, ведь срабатывало же. Когда, что называется, Жуков с трудом прорывал фронт на Ламе, и в том числе по указаниям от того же Шапошнику, как это все делать, гораздо увереннее ломался фронт под Харьков. Гораздо там веселее шли дела на северо-западном фронте. Когда войска из-под Москвы снимали, отправляли на северо-запад, и вот это все идет в телеграммах указаниях Шапошнику. Но вот этот период вообще, на самом деле, для того, чтобы выдержать, должен быть человек титаном. И вот для Шапошнику это, конечно, подорвало его здоровье. Поэтому во многом он и ушел летом 42-го в отставку, да? Ну, реально, да, он ушел уже на преподавательскую работу. Он часто редактировал труд о боях под Москвой. Он заставил, так сказать, штаб. Ну, на самом деле, это не столько он там персонально существовал там свое управление, которое собирало опыт войны, собрали опыт войны по битве под Москвой. И под его редакцией вышел в 43-м году трехтомник, составленный на основе вот этих разработок штаба Западного фронта. Так, умер он в марте 40... В феврале, по-моему, 45-го года. Там буквально... Да, 37 дней до победы не дожило. Да, да, да. Но он уже видел, что все, что случилось... А вот смерть Шапошникова 26-го марта. А, 26-го марта. Да, 26-го марта и 28-го марта. То есть, на самом деле, в тот момент, когда Красная Армия стояла у стен Кенигсберга, у стен Данцига, в 70-ти километрах от Берлина, в двух шагах от Вены, уже взяла Будапешт, уже было понятно. На самом деле, было понятно и в 43-м году, что выиграем, но тут уже это было просто со всей очевидностью. Ну, да, да. Кстати, заметим, что ведь он фактически ушел с такой практической работой в середине 42-го года, его сменил Василевский, мы сейчас как раз об этом и поговорим, но при этом Шапошник был достоин полководческого ордена Суворова, да, и совершенно не случайно. Нет, Суворов это февраль 44-го года. Нет, я вообще говорю, в принципе, что он был достоин этого полководческого ордена, уже не находясь на какой-то практической работе, а занимаясь исключительно организацией образовательного процесса в Академии Генерального Штаба. Да, но это на самом деле часто происходило, когда награждали, ну, это и простых солдат, и сержантов, и людей, стоящих выше в военной иерархии, могли наградить уже по итогам, то есть, например, за оборону Москвы получил, и там, третий орден Ленина, то есть, тоже явно за Москву, но вот он вытянул на себе вот это вот период август и реально до мая, то есть, он ушел, дошел в отдел незадолго до Харьковской катастрофы, и уже дальше ему как раз на смену пришли те люди, тот же Василевский, которых он воспитывал, то есть, он людей воспитывал, вот те, кто его вспоминают, они как раз и говорят о том, что, в общем, человек был способный не кричать, то есть, это был не так сказать, не на эмоциях, а именно дать человеку понять, что он ошибся, вызвать у него, так сказать, стыд, чтобы он в следующий раз это не делал, при этом это делалось достаточно мягко, но настойчиво. Да, Штеменко в воспоминаниях говорит о том, что это, в общем, производило впечатление, хотя это все оборачивалось словами «голубчик», но что же вы, «голубчик», это звучало так, что, может быть, так сказать, разнос матом был бы легче. Ну да, то есть, вот смотрите, получается, что и Александр Михайлович Василевский, и Алексей Иннокенчевич Антонов, и генерал Штеменко, они все так или иначе были, условно говоря, выкромышами или учениками Шапошникова. Да, они были теми людьми, которых он приучал, как работать, потому что главное, опять же, что Шапошников указывал о том, что есть система, конечно, есть личности, но есть еще система и есть коллективный труд. И, так сказать, думвераты, триумвераты в руководстве войсками это становится в 20 веке, когда воюют миллионные армии. Нормы, да? Да, это нормы, что должны быть определенные, так сказать, правила, процедуры, последовательность действий, которая будет работать в любом случае, что называется, в непонятной ситуации, вот есть у вас последовательность действия, вот так и делайте. И оно работало, и работало до конца войны, несмотря на то, что того же Василевского гоняли постоянно по фронтам. Ну да, да, а как представитель вставки ездил, по-моему, чуть ли там не большую часть года именно по фронтам, координируя действия групп фронтов. Да, то есть как представитель вставки, тем не менее система связана с направлениями, когда отвечали люди за определенное направление обработка информации, когда Сталину каждый день давал, что называется, информацию до дивизии, но при этом Шапошников вот в этот тяжелый период был еще и буфером между Сталином и штабами фронтов, которые иной раз не поставляли какую-то информацию, и Сталин, он раз говорил, что же вы там какие-то крутые меры не принимаете, он говорил, что вот такой вот выговор это фактически приглашение там в отставку и достаточно больный удар по самолюбию конкретного человека, но при этом он сглаживал вот это вот, так сказать, то есть громаотвод. Он был громаотводом и человек, которому Сталин доверял в плане того, что, так сказать, данного человека не надо, что называется, отстранять за то, что он там пропустил несколько донесений, что это вещь исправимая, а если мы, так сказать, всех будем оставлять, то с кем воевать будем? Причем я замечу, что все вспоминают, что Иосиф Виссарионович Сталин частенько называл Бориса Михайловича по имени и отчеству, что он делал чрезвычайно редко и только в отношении очень узкого круга лиц, и он разрешал ему в его присутствии курить, что тоже говорит об особом отношении вождя к начальнику генерального штаба. По семейным преданиям Шапошникова у Шапошникова со старых времен остались Ладонко, Крестик и Иосиф Виссарионович, будучи человеком, в том числе, с прошлым религиозным образованием, он его периодически, можно сказать, подначил, говорил, ну что, Борис Михайлович, помолимся за победу. То есть он с пониманием относился к определенным, то есть все же представителям другого мира, другого поколения, и тем не менее он относился с пониманием и с такой доброй иронией к тому, что человек, который видно было, человек нашел свое место делать свое дело. И вот я как бы всем, да, всем, молодым людям, которые у нас смотрят, говорю, что вот найти себя, это очень важно, Шапошников нашел себя. Благодаря этому он прошел и бурю гражданской и 37-38 годы. Именно потому, что он четко делал свою работу. делай свою работу и скорее всего бури пройдут рядом. И слава тебя найдет, и уважение потомков тоже. Да, и уважение потомков вот эти залпы орудий, которые проводили Шапошникова в последний путь в Кремлевской стене, они были признанием того, сколько он сделал для своей страны.